Здравствуйте дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео я хочу ответить на вопрос, который мне в последнее время очень часто задают Сколько нужно денег, чтобы начать торговать на российском фондовом рынке? Ну, конечно же, ответ здесь он неоднозначный, потому что все зависит от того, какие мы цели преследуем, какими акциями будем торговать, сколько хотим зарабатывать Но в сегодняшнем видео я хочу поделиться именно собственным опытом, тем, собственно, с чем я в свое время столкнулся, когда начал торговать на российском фондовом рынке Давайте посмотрим на следующую ситуацию, сколько сейчас, вот на данный момент, в сентябре 2017 года стоят акции Газпрома Одна акция Газпрома стоит 120 рублей, и чтобы купить акции Газпрома объемом 1 лот всего лишь навсего, в 1 лот входит 10 акций, нам потребуется, соответственно, 10 акций по 120 рублей, 1200 рублей То есть, теоретически, 1200 рублей нам будет абсолютно достаточно для того, чтобы начать торговать, допустим, акциями Газпрома Причем разные акции стоят по-разному, есть акции, которые стоят буквально копейки, есть акции, которые стоят несколько десятков тысяч рублей Есть акции, лоты, по которым измеряются одной акции, то есть в одном лоте одна акция, а есть акции, в которых в одном лоте может быть и 10 тысяч акций, тысяч акций и так далее Так вот, соответственно, все зависит от того, какие акции вы сами хотите приобрести. И если вы хотите торговать какими-то дешевыми акциями, то в принципе на это потребуется немного денег. Но если вы хотите поторговать какими-то достаточно дорогими акциями, то вот на этом может потребоваться достаточно большое количество денежных средств. Есть акции на российском рынке, которые стоят 10 тысяч рублей, есть акции, которые стоят 15 тысяч рублей. Допустим, акции транснефти стоят 170 тысяч рублей. То есть, чтобы купить всего лишь навсего одну единственную акцию транснефти, нужно иметь на депозите своего счета 170 тысяч рублей. И я все время столкнулся реально с такой проблемой, когда я формировал свой портфель акций на российском фондовом рынке. Я предварительно включил некоторые акции в этот портфель, но не смог их купить, потому что депозит у меня был небольшой, а стоимость акций была довольно-таки высокой. И чтобы мне купить одну акцию, она бы сразу заняла очень большую долю в моем портфеле, а мне этого не хотелось. Поэтому лично мое мнение, что для того, чтобы начать зарабатывать деньги на российском фондовом рынке, начать покупать акции российских компаний, нужно как минимум несколько сотен тысяч рублей. То есть, хотя бы полмиллиона, это уже более или менее нормальная сумма, для того, чтобы комфортно себя чувствовать и иметь возможность более или менее нормально зарабатывать. Надеюсь, что это видео было для вас полезно. Если это так, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на наш канал, если хотите узнать больше информации о фондовом рынке, пишите вопросы и комментарии под этим видео. Ну а с вами был Глеб Задоя. Всего доброго, успехов в торговле и пока!